Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня немножко поговорим о мифик плюсах. В тот момент, когда вы собираете группу, само собой хочется увидеть какое-нибудь топовое пати, которое может там всё-всё-всё делать, где есть БРы, БЛы и всякие интересные приблуды для лёгкого прохождения мифик плюсов. Само собой, мы прекрасно знаем то, что какой-то класс показывает себя лучше, какой-то похуже, какие-то танки получше, какие-то хилы похуже, какие-то дамагеры могут больше в соло-таргет дать ДПС, какие-то вауе. И у многих людей возникают вопросы, то есть, например, там ещё какой ключ сложнее, какой ключ легче, какие билды брать, на какой ключик, что по шмоту, что по чантам, что вообще по классу игровому. Есть сервис, есть сайт замечательный, который ответит на вообще абсолютно все эти вопросы. Давайте перейдём к этому сайту. Перед нами замечательный сайт mplus.subcreation.net. Сервис, который просто-напросто подскажет, поможет и ответит абсолютно на все вопросы по текущим модификаторам. Текущие модификаторы — это у нас укреплённый, злопамятный, мучительный и полный гордыня. Возникают у людей вопросы, какие данжи легче всего. Пожалуйста, туманы. Далее, чертоги покаяния. Далее, что это у нас? ПФ. Смертельная отрезна. Как я правильно понимаю. Помада, плагфол. Далее, шпили перерождённых. И, например, кровавые катакомбы идут в самом последнем списке. То есть, чем выше тир, тир ас, значит подземелье легче. Туманы — самое лёгкое подземелье на этом кд. Кровавые катакомбы — самый сложный данж на этом кд. Также имеется детальная статистика по всем ранам, очки имеются у данжей и всё такое прочее. Но, собственно, нас даже краткая статистика, в принципе, удовлетворяет. Топовые танки в Мифик Плюс на текущую неделю. ДХ танки в топе. Далее, Монах, Мишка. Далее, Паладин, Воин и Блад ДК. Далее, Ахиллы на текущие модификаторы. Шаман, Паладин, Ветки, Свет. Друид Исцеление, Прист, Послушание. Хотя, кстати, удивительно, почему. Ну, окей, ладно. Далее, Монах. И далее, Жрец, Ветки, Свет. И если листануть чуточку ниже, то мы увидим Тирлист Милишников. То есть, у нас получается Монах в самом топе. Далее, Разбойник. Скрытность. Далее, Разбойник. Головорез. Далее, ДХ-шечка. Потом идёт ДК-шечка, Ветки, Анхолия. Далее, Ретрик. Энхшам. Ну и далее уже другие классы. Сурфхант, конечно, в самом низу. И Котик тоже. Если рассмотреть Рэнджей, то получаются у нас Охотники. Ветки Стрельба в топе. Фаермак. Собух. Афли Варлок. Шп-шечка. В Б-тире нет никого. Не знаю, почему идёт сразу по Тир-Ц. Ну да ладно. Собственно, если так захотели, то так и сделали. Берутся в расчёт раны с 12-го по 20-й ключ. И таких ранов максимум берётся по 3200. Тут данных мало по милишникам, поэтому всего лишь 2276. Ну я стараюсь, я стараюсь. Я хожу двенашки, там 14-й, 15-й ключики. Ну этого мало. Этого просто мало. Итак, что мы можем ещё интересное глянуть? Мы можем глянуть, как, например, можно одеться за какой-либо класс с целью того, чтобы вносить больший импакт, с целью того, чтобы там взять какие-нибудь таланты интересные. Можно тоже всё прокликать здесь. Например, кликаем на Анхолика. Просто берём, делаем самый обычный клик. И видно, какой максимальный ключик был закрыт Анхоликом. То есть это 16-й при вот таких талантах. Эти таланты самые популярные. 13% фанхоли ДК играют именно с ними. Тут максимальный ключик 20-й. И уже немножко другие таланты. Что тут отличается? Тут берутся нарывы. И тут берётся... Чароед. Вместо блуждающего духа. Окей. Легендарочки. 57% фанхоликов используют Койл. 35%. Легу с текущего ворлдбосса. На тёмное превращение. Далее имеется инфа по, получается, медиумам, которых мы берём, которые нам таланты дают. 72% Анхоликов используют в некролордах этого мопца. Далее 17% Театара берут у винтиров. 7% Наджи у винтиров. Также все абсолютно таланты у этих медиумов имеются. То есть всё прописано. Тоже можем глянуть, какой ключик был закрыт с такими талантами. И то есть сколько анхоликов это используют. Далее проводнички. То есть сколько юзается их в процентном соотношении. И кто в каких ковенантах играет. 73% Анхоликов, ключников, играет в некролордах. 24% в винтирах, полтора в кирьях и 1% Теечки. Прекрасно, прекрасно. Шмот. Но это вообще интересная очень христота. Очень интересная. И я не думаю, что её реально нужно всерьёз воспринимать. Энчант на плащ можно глянуть, какой используют вообще в среднем. Далее энчант на нагрудник. То есть это интересно. Далее на перчаточки. Ну там всё понятно. На 15 силы. Инженерные. То есть чанты на пояс. Нитроускорители в основном берут. Тут бы я поспорил. Я бы взял щиток лучше. Потому что это всё-таки поглощение. Живёшь подольше. Ну да ладно. Тут чанты на колечки. Тут чанты на ступне. Сетап колец, какой используют в основном. То есть колечко с чертогов почти у всех. ДКшечек. Сетапы тринкетов. И какую пушечку юзают. И также какой чант юзается на пушку. Конечно же это Fallen Crusader, руна Павшего Рыцаря. 100% ДК её юзают. Я не удивлён. Сокеты какие юзаются. И то есть финальная информация. То, как играет. Какими там талантами, легендарочками. Талантами от проводников. В общем сервис-то очень хороший. Например, Анхоли ДК всё глянул. Думаю всё объяснил понятно. Так что усовершенствуйте себя. Ну и также тут есть ещё статистика по рейдам. Думаю вы её сами уже рассмотрите. Там всё так же под каждого босса имеется. Всех благ желаю. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. С наступающим вас. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»